Диктор Да, но я в этом деле толк понимаю, да. И я понимаю. Да, что ты там понимаешь? Вот, например, вы помните кино такое про Буратино? Да, это я снимал. И я снимал. Что он снимал? А про Кащея помните? Ну, погоди, помните? Так, это я снимал. Ну, погоди, снимал я. Так, давай тихо сговоримся. Мультики снимал ты, а кино снимал я. Вот, поэтому кино снимал я. Ты мультики снимал, я кино снимал. Вот, мультики снимал я. А кино снимал я. Ну, конечно, что такое оператор? Кто его знает? Кто его знает? Сидишь, ручку крутишь в дырочку, глядишь. Никто тебя не знает, только в титрах и напечатан. А ведущий, ведущий, что ни говори, его все знают. Его все любят. Поем, все скучают. Я смотрю. А если он неделю не появился на передаче, все спрашивают, что это с нашим любимым диктором? Не захворал ли он? Вот, или скажи, ты вот знаешь, что такое диктор? Диктор тебе не все-все-все-все-все слова рассказал. Диктор, во-первых, диктор должен быть красивым, как я. Как я? Как мы. Во-вторых, говорить хорошо и очень внятно. Ну-ка, скажи слово внятно. Внятно. А барабулька? Барабулька. Эх, жалко. Подходишь. Ну, ладно. Так вот, а вот в-третьих, вот в-третьих, он должен хорошо разбираться в том, чего он там вот болтает. Вот. И поэтому мы вот с Терлюмом третьим, третьим посовещались, и я решил, что я буду диктором. Я буду диктором. Я буду диктором. Я буду диктором. Я тебе говорю, я буду диктором. Я тебе говорю, я буду диктором. Так ты, ты, ты не лезь в чужой монастырь со своим самоваром. На чужой роток не напинешь платок. Так как ты мне надоел? Хватит, хватит. Слушай, у нас так принято. Я тут главный, я начальник. Терлим мне всегда помогал, я его всегда ни в грош не ставил. Зачем он был мне нужен, еще и тебя прислал, не знаю. Все, диктором буду я. Так, а ну-ка. Я бы сейчас объявил рекламную паузу, а вот с этим в клеточкой, в кепочке разобрался. Акционерная строительная фирма «Авиастрой» предлагает вашему вниманию кулинарный магазин «Бар», работающий с 7 утра до 7 вечера без перерыва на обед. В выходные дни, суббота и воскресенье. Всегда в ассортименте. Торты бисквитно-кремовые, птичье молоко, пирожные, выпечка, печенье, кексы, докопицца, кофе, чай, пельмени. Есть интересующие некоторых напитки. Принимаются заказы на изготовление празднично оформленных тортов. Все это вам могут доставить прямо на дом. Телефон для справок 20-02-04. А имеющие автомобиль смогут в любое время суток заправить свою стальную лошадку на АДС фирмы «Аспа». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ладно, уговорил. Мы привет. Я согласен ничью. Дикторами будем оба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кирлим за правое дело учил биться отчаянно и до конца. Так это если дело правое, а ты, Бомбоша, вечно устраиваешь хулиганские выходки. Дядя, ну-ка, ущи бей меня за ухо. Ай, дурак, не так больно, а теперь за другое. Мираж, берлинка, дорогой дядя, золотой дой, берлинка, золотой, как я по тебе скучала, как я без тебя тосковала. Ох, а сколько у меня было различных приключений. Ой, ты мне обо всем расскажешь. Я вам обоим расскажу. Ну, как тебе мой юный помощник, Тирюмчик? Ну-ка, скажи чего-нибудь. Эм, барабулька. Это я его научил. Какой талантливый мальчик. Какой талантливый учитель, Морка. Ну, да, от скромности ты... Да, а сейчас я учу его быть диктором. Да, да. А сам-то ты умеешь быть диктором? Я? Да. Ха, что может быть проще? Сел, по бумажке прочитал, выучил и ребятам рассказал. Эх, ребятки, ребятки, вы думаете, что все так просто? А как? А как? Ну, для начала попробуй диктором быть... Он. Это всегда ему везет. Начинай, Тирлюша. Здравствуйте, дорогие ребята. Я хочу вам рассказать о наших приключениях, но нет. Ну-ка, погоди-ка, погоди-ка. А что это ты пальцем в нос тычешь? Ну, чешется. А что, дикторы пальцем в носу не ковыряются? Да не то, что дикторы, а просто приличные люди. Ну, вот такие, как я. Не могут себе такого позволить. Нет, нет. А вдруг у тебя зачешется ухо? А? Или заполи... Я его чешу. Зуб? Он почешет его. Но ведь тебя смотрят тысячи, миллионы ребят. Нет, диктор должен сидеть всегда прямо. И главное, он должен хорошо выглядеть. Для начала причесаться надо, а не разглаживать руками и свою прекрасную голову. Ну, а теперь попробуй диктором быть. Пусть ты, Бумбоша. Это... Я, значит... О, стоп! Чего они... Чего ты меня перебиваешь? Запомни, Бумбом, диктор всегда знает, о чем он говорит. Ну? Диктор не может себе позволить всякие неканье, веканье. Он всегда доходчиво и внятно извещает телезрителей о том, что они увидят. Ну, ладно, я чувствую, вам каждому по одному трудно это сделать. Попробуйте вести программу вместе. Хорошо. Попробуйте. Два, три, два, один, начали! Здравствуйте! Добрый вечер, дорогие бабушки и дедушки! Добрый день, дорогие детишки! Вы, конечно, пригласили своих лучах, чтобы посмотреть нашу спортивную передачу. Вот. В нашей спортивной передаче мы вам расскажем обо всех соревнованиях, которые проходили на нашей земле. Это очень интересная передача, я ее буду вести. О-о-о-о! А ну-ка, сядьте по местам. Нет, ребята, чтобы быть диктором, это ведь не так просто. Нет. Это не так просто. Это вам не шило в мешке утаить. Так вот, для этого опять-таки, дорогой мой, нужно много-много учиться. Перестань есть камни. А тебе вообще стыдно? Ты шишки обычно жуешь? Ну, мало ли чего, хочу и жую. Ха-ха, хочу и жую. В конце концов, у меня зубной врос есть, всегда зубы вылечат. Извини меня, мой дорогой, но теперь свое слово скажу я. Мой милый тюрлюнчик помогал тебе. Ой, знаешь, как с ним было весь. Нет, я скажу честно. Ой, сил я на него положил. Вот, как будто не прогресс один построил. Понял. Но все не зря, все не зря. Я вижу, он говорит, правда, пока чужие мысли. Но я надеюсь, что он пойдет в гору. Он пойдет, в гору пойдешь, книжку найдешь, сядешь, почитаешь, дальше умным пойдешь. Пока он пойдет на лунную гору. Там его мама, моя сестра, Царли Чунгия, очень волнуется за маленького Кирлика. Он что, улетает? Ему пора домой. А я ведь с ним так подружился. Я уверен, что он к нам еще прилетит в гости. Ладно. Тюрлюнка. Ой, бомбомка. Ну, что говорить? Ну, дай пожалкал ему пять. Ну, что говорить, крови мы друг другу попортили много. Но зато как мы подружились, я тебе скажу честно, я и все ребята, мы будем по тебе очень и очень скучать. Ну, тюрлюн, тюрлюн к нам еще прилетит. Честно! Обязательно прилечем! Честно, при честно, как здоровские! Ну ладно, подожди тихо, я тут по родственному, там в дороге не простудись, шарфик возьмешь. Маме привет, папе тоже привет. Прощайся с ребятами. Ребята, мне так у вас здесь понравилось. Ну, если будете на Луне, обязательно заходите ко мне. Четвертый лунный переулок, слева от катера, там значит такой домик лунный стоит. Там на цепи у меня маленький такой домашний летающий слоненок. Вот это мой дом. И сразу проходите мимо него ко мне, он добрый, не кусается, сразу вас встретит и проведет. Ну, пока! О, уже в пути. Сколько время прошло, как отправился? Раза три, четыре, пять, вышел тюрлюнка полетать. Ну, на половине дороги как раз. Как у вас все-таки быстро делается бжик и уже своего слоненка захопать, дергать? Да, у нас так все, бжик и слоненка. Ну ладно. Ай, тюрлюнка! Где ж ты столько пропадал и голова в клеточку? Ну, как же, у нас случилось ЧП. Ну, я же писал тебе ЧП. А, я помню, это ЧП, это означает чрезвычайные происшествия. Ты становишься все умнее и умнее. Видно, летнее солнце так действует на тебя. Так, книжки почитываем, знаешь ли, не одни картинки глядим. Вот. Ты знаешь, у нас там во всемирной лунной библиотеке проникла туда старая злая крыса. Да ты что? Да, она там натворила такого, но всю ситуацию спас я. А что там у нас происходило, об этом я расскажу ребятам в следующей передаче. Кирлимка, я ты будь так гордюсь! А я даже горжусь собой. Ну что ж, ребята, вы сейчас смотрите мультфильм. Ну, а пока-пока, до следующей передачи! Субтитры сделал DimaTorzok